Девушки отдыхают. Семейский хор «Истоки» отметил уже 52-летие и даже выпустил собственную книгу и фильм. Выпустили фильм в двух частях документальный. Первая часть – это о хоре, вторая часть – это реконструкция свадебного обряда. Мы долго его готовили. В Центре народного творчества бережно передают культуру и традиции разных народов. Восьми танцевальных и хоровых коллективах занимается 240 человек. Более сотни из них – это дети. Кроме того, в РЦНТ существует швейная мастерская и костюмерная, которая насчитывает 120 нарядов и головных уборов. Их можно взять в аренду или заказать пошив. Воды эти костюмы, конечно, создавалось все годами. Мы все собирали сами, изучали все костюмы. Костюмы, например, бурят – это разные рода. Когда-то Дом искусств, в котором только обучали творчеству. Теперь это центр, что контролирует всю культуру в республике. Задача заключалась в оказании помощи сельской художественной самодеятельности. Эта задача продолжается сегодня. Мы ежегодно проводим мониторинг культурно-досуговой деятельности в республике, определяем рейтинги районов. Впереди еще немало планов. Здесь мечтают, чтобы каждый житель республики мог творчески реализоваться. Для этого сотрудники РЦНТ приложат все усилия. А пока – 90. И богатый историей Центр народного творчества принимает заслуженные поздравления. Мария Кравцова, Андрей Дармаев. Новости дня. Мария Кравцова, Андрей Дармаев. Новости дня.